Здравствуйте! Сегодня вторник, 14 ноября. У микрофона Андрей Широградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Командование армии обороны Израиля представило доказательство использования боевиками Хамас детской больницы в качестве укрепленного пункта. Собирались ли российские войска отходить на восток от левого берега Днепра, как об этом сообщило агентство ТАСС, удалившее позже это сообщение. Почему Венгрия в очередной раз заблокировала предоставление Украине пакета помощи от Европейского Союза? Также сегодня. Нужно перестать девушек ориентировать на получение высшего образования. Нужно перестать плодить количество молодых людей, которые вот это получают высшее образование, которое оно потом, по сути, ни к чему не приводит их. Сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова считает, что высшее образование мешает женщинам выполнять свою детородную функцию. Министр обороны Израиля Яов Галант заявил, что признанная в США и Европейском Союзе и многих других странах террористической организации группировка «Хамас» утратила военный контроль над сектором газа, а ее бойцы бегут из северной части сектора на юг, где наземная операция «Цахал» пока не началась. Представитель армии Израиля Даниэль Хагари утром во вторник заявил, что есть основания полагать, что часть захваченных боевиками «Хамас» израильских заложников удерживается в больнице Аль-Шифа в городе Газа. По его словам, израильские военные обнаружили возможные следы пребывания заложников и в детской больнице Ар-Рантиси. Там был найден хорошо замаскированный подземный тоннель и склад оружия и боеприпасов. Вот что говорил Даниэль Хагари, демонстрируя доказательства использования «Хамасовцами» детской больницы в качестве своего укрепленного пункта. «Это скрытый туннель. Это часть пола, и здесь можно скатиться вниз. Этот туннель скрыли так, чтобы его никто не мог найти. Туннель ведет вниз более чем на 20 метров. Робот нашел дверь. Дверь, которая пуленепробиваема. Она взрывоустойчива. Сейчас мы находимся в подвале больницы. Я хочу показать вам комнату, где мы нашли все снаряжение, комплекты, которые «Хамас» держит внутри больницы. Я хочу, чтобы вы поняли, что это снаряжение для серьезной борьбы. Это взрывчатка, это жилеты, жилеты с взрывчаткой. Этот жилет для смертников, которые взрываются при давлении. Посреди больницы, среди пациентов. Здесь есть ручные гранаты, автоматы Калашникова. Здесь есть гранатометы. Люди стреляют гранатометами из больниц. Это было использовано в резне 7 октября. Здесь даже пули в этом мотоцикле. И они вернулись. А здесь женская одежда и веревка. Веревка рядом с ногами. Есть подозрение, что именно здесь они удерживали заложников. Это был представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари. По-прежнему остается открытым вопрос, придется ли израильской армии воевать на два фронта. С Хамасом на юге и на севере с другой, признанной во многих странах террористической организацией, проиранской группировкой Хизбалла. Северные районы Израиля регулярно подвергаются ракетным обстрелам. Причем выпущенные Хизбаллой ракеты в последние дни атакуют все более удаленные от границы Израиля с Ливаном израильские населенные пункты и позиции Цахал. После террористического нападения Хамас на Израиль 7 октября, лидер Хизбаллы Хасан Насрала выступил уже с двумя обращениями, но не объявил открыто о вступлении Хизбаллы в войну против Израиля. О том, как может повести себя группировка, рассуждает востоковед-арабист Михаил Жабко. Некоторые ожидали, что возможно именно во время своей речи он объявит о начале военных действий. Хотя, как заявил в своей последней речи генеральный секретарь Хизбаллы, нужно следить в первую очередь за тем, как развивается ситуация на земле, и именно там будут какие-то новые развития, а не в его речах. И в целом во многом речи Хасана Насрала это такая просчитанная игра на нервах, просчитанное выступление, и он намеренно не дает каких-то однозначных ответов. Он неоднократно и в этой предыдущей речи говорил, что в первую очередь та война, которая происходит сейчас, это война палестинцев, но в то же время он говорил, что Хизбалла, или как он выражается, сопротивление, участвует в войне с Израилем с 8 октября. А в последней речи он также заявил, что фронт на данный момент Хизбаллы и Израиля остается фронтом для оказания давления. Однако из этого не следует, что Хизбалла не эскалирует. Впрочем, эксперты отмечают, что все-таки партия не хотела бы втягивать Ливану в полномасштабную войну. Однако не исключено, что руководство Хизбаллы уже пришло к выводу, что большая война все равно неизбежна. Но, по крайней мере, пока Хизбалла продолжает постепенные эскалации, чтобы какая-то одна резкая эскалация не привела к резкому ответу со стороны Израиля. Ну и особенно на протяжении последней недели двух мы увидели, что и увеличилось количество атак на границе и больше жертв со стороны Израиля. Пока ситуация развивается так, она может развиваться непредсказуемо. Во многом цель Хизбаллы — это сдерживать Израиль и США на случай, если они решат нанести удар по объектам, связанным с иранской ядерной программой. Если Хизбалла вступит в войну сейчас, это значит, что теоретически ничто не будет сдерживать Израиль от удара по иранским ядерным объектам. И это очень важный актив в региональной системе отношений к безопасности для Ирана, и вряд ли Иран захочет тратить его просто так, в том числе, чтобы спасать Хамас, хотя, может быть, и все-таки решится спасать Хамас. Но если мотивация для вступления в войну будет именно поддержать Хамас в военном плане, то в таком случае, вероятно, вступление в Хизбаллу в войну следует ожидать в ближайшие недели, поскольку все будет зависит от того, как будет продолжаться наземная операция ЦАХАЛ в секторе Газа. Хизбалла, безусловно, способна нанести большой урон Израилю, его гражданскому населению, его гражданской и военной инфраструктуре, поскольку у Хизбаллы гораздо более серьезный и многочисленный ракетный арсенал, чем у Хамас, и, соответственно, потенциальный урон будет гораздо больше, будет гораздо больше жертв среди населения и среди военных. Их сдерживает, в первую очередь, опыт 2006 года, как, в общем-то, во многом и Израиль сдерживает воспоминания о том, что было тогда, с тех пор Хизбалла стала гораздо сильнее, и Израиль не хочет нести такой урон, особенно пока его войска заняты в секторе Газа. Что касается Хизбаллы, то там также исходит из того, что израильские бомбардировки в случае эскалации на границе будут массированными, не будут ограничиваться только Южным Ливаном. На этой неделе, к слову, мы видели, по-моему, самый глубокий удар Израиля по ливанской территории в 40 километрах от границы. Однако в случае большой войны можно не сомневаться, что снова будут бомбить и Бейрут, и, вероятно, долину Бека, и какие-то другие центры, где у Хизбаллы есть какая-то инфраструктура. И это придет к большим разрушениям, и в том числе к тяжелым политическим последствиям для Хизбаллы, поскольку совершенно непонятно, как потом Ливан будет восстанавливаться, на какие деньги. У ливанского правительства денег нет, в стране тяжелейший экономический и политический кризис, уже почти полтора года нет у правительства, уже больше года нет президента, и, кроме того, многие партии прямо призывают Хизбаллу не втягивать Ливан в войну. Соответственно, если такая война случится, то те разрушения, которые последуют в Ливане, станут серьезным политическим ударом, в первую очередь по системе политических союзов Хизбаллы, поскольку у самой Хизбаллы не столь большой фарламентский блок, однако ее политическое влияние в формальных политических институтах во многом строится на том, что у нее много различных союзников. Ну и, кроме того, сложно сказать, как в долгосрочной перспективе отреагируют избиратели Хизбаллы, поскольку также непонятно, как Хизбалла планирует восстанавливать их города и деревни, которые пострадают в первую очередь, особенно на юге Ливана. Это был востоковед, арабист Михаил Жабков. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Обратный адрес. Я Владимир Абаринов, и это шестой сезон моего подкаста о людях двойной культуры. Каждый дизайнер должен быть чуточку женщиной. Может быть, и людей рожать в армии может без всякого позора для себя. Они больше всего на свете боялись, что по каким-то политическим причинам их бомбу не взорвут. Обратный адрес. Слушайте нас на всех подкаст-платформах в удобное для себя время. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 14 ноября. Тема выпуска «Представляю я, Андрей Шароградский». Теперь о ситуации в Украине. Президент страны Владимир Зеленский, вчера присвоивший звание Героя Украины лидеру крымско-татарского народа Мустафе Джемилеву в связи с его 80-летием, в своем вечернем видеообращении напомнил, что война России против Украины началась с захвата Крыма российскими войсками в начале 2014 года. Зеленский также рассказал об открытии в Румынии учебного центра для обучения украинских пилотов в управлении истребителями Ф-16 и о сложной ситуации на фронте, которая сейчас складывается фактически на всех направлениях. Вот что Зеленский, в частности, сказал. Я благодарю всех в мире, кто помнит, что российская атака на международный порядок, основанный на правилах, началась именно с Крыма. Именно с захвата Крыма Россия начала эту агрессию и дестабилизацию. И трудно представить восстановление покоя для мира, если не вернуть украденное России и Украине. Восстановление нашей территориальной целостности – это глобальная потребность. Есть важная новость из Румынии. Начал работу Центр подготовки пилотов Ф-16, там будут учиться наши ребята. Я благодарю президента Румынии Йоханнеса и премьер-министра Нидерландов Рютте за то, что все наши договоренности выполняются. И, конечно, фронт. Авдеевка, Маринка, Бахмутское направление, Лиманское направление, Купянск, Запорожье, Херсонщина. На каждом из этих направлений сложно. Но я благодарю всех, кто стоят. Благодарю всех, кто не теряет силы и позиций. Я благодарю всех командиров, которые заботятся о солдатах. Всех боевых медиков, которые спасают жизнь. Всех наших людей, которые помнят, что Украина живет благодаря тому, что есть кому останавливать врага. Это был президент Украины Владимир Зеленский. Отмечу, что представитель по связям с прессой командования военно-воздушных сил Украины полковник Юрий Игнат уточнил слова Зеленского по поводу открытия учебного центра для пилотов в Румынии. По словам Игната, украинские пилоты уже обучаются пилотированию Ф-16 в Дании, США и Великобритании, а в Румынии учебный центр пока на стадии строительства. Его материально-техническую базу еще необходимо сформировать, так что там обучение еще не началось. Юрий Игнат также отметил нехватку опытных инструкторов как одной из главных проблем подготовки пилотов для истребителей Ф-16. Это главная проблема. Один инструктор не может подготовить сразу много пилотов. Инструктор – это серьезная дефицитная профессия. Инструкторы будут заниматься не только с украинскими пилотами. Этот центр строится не специально для нас. Он строится для всех партнеров – и румынских пилотов, и пилотов из других стран, которые тоже, вероятно, будут переходить на Ф-16 и смогут там проходить подготовку. Это был представитель по связям с прессой и командованием ВВС Украины полковник Юрий Игнат. Уже два дня обсуждается появление, а потом исчезновение с сайтов российских государственных информационных агентств. Сообщение со ссылкой на Министерство обороны России о том, что российские войска, дислоцированные на левом берегу Днепра, перебрасываются на более удобные позиции, находящиеся заметно дальше от линии фронта, чем нынешние. Агентство ТАСС назвало публикацию этого сообщения ошибкой Министерства обороны России провокацией, осуществленной с помощью фейкового аккаунта Минобороны о командовании вооруженных сил Украины информационной операцией против Украины. Напомню, что формулировка «перегруппировка на более удобные позиции» в свое время сопровождало сообщение о фактическом отступлении российских войск в Херсонской и Запорожской областях. Помочь разобраться в том, что произошло и в том, действительно ли готовилось отступление российских войск, я попросил военного эксперта Юрия Федорова. Давайте начнем вот с этой истории с появившимся и потом удаленным сообщением ТАССу якобы передислокацией российских войск. Если это был вброс, то кому он выгоден или может быть все-таки действительно агентство решило удалить сообщение, потому что вот это вот передислокирование на более удобные позиции ассоциируется именно с отступлением? Я думаю, что агентство выполняло те указания, которые они получили из Министерства обороны и в первом и во втором случае. Настолько, насколько я знаком с практикой работы таких ведомств или информационных ведомств, агентств как ТАСС. В данном случае ТАРТАСС и РИА Новости. Сообщение и информация такого значения, которая была сначала опубликована о передислокации или перегруппировке и потом была удалена, она проверяется неоднократно. Есть специальные, наверное, и правила, и процедуры, и соответствующие директивные документы, которые действуют внутри этих ведомств относительно того, как верифицировать эту такого рода информацию, получать подтверждение о том, что нужно публиковать. То есть я понимаю, что Министерство обороны России пыталось исправить ту неприятную ситуацию, в которой она оказалась, сообщив, что это провокация ВСУ. Я, честно говоря, технически совершенно не понимаю, как ВСУ могла осуществить такую провокацию, это невозможно. Значит, было принято решение, как я понимаю, в Министерстве обороны, в Генеральном штабе о том, что нужно отвезти войска, российские войска в Херсонской области на определенную иную линию обороны, скорее всего, выстроенную с опорой на определенные высоты, примерно на расстоянии 25 километров от берега Днепра, ну, где-то в таком масштабе, в такого рода расстоянии. В этом определенная военная логика была и есть, я так понимаю. Но, скорее всего, она была... Значит, такого рода решение не было согласовано полностью с Путиным. Или Путин изменил свое мнение относительно возможностей такого рода отступления. Потому что понятно, что политически это, конечно, будет воспринято как отступление. А это перед выборами, перед объявлением об участии президента в выборах, естественно, будет воспринято общественным мнением крайне негативно или просто негативно. Рассуждение о том, что это могли быть какой-то коварный план российских военных с тем, чтобы заманить ВСУ вглубь Херсонской области и там навязать им, то есть вооруженным силам Украины, какие-то сложные тяжелые бои, мне кажется, если бы это было так, но тогда не нужно было бы в срочном порядке снимать вот эту информацию о том, что передислокация, предполагается или уже происходит. А какие-то последние события последних дней могли повлиять на возможное решение об отводе российских войск? Потому что сообщения приходят о том, что идут тяжелые бои или о том, что украинские войска пытаются занять какой-то очередной плацдарм на левом берегу Днепра, но каких-то прорывных новостей с этого фронта за последние недели, насколько я знаю, не поступало? Да, была информация о том, что постепенно, шаг за шагом, достаточно медленно, вооруженные силы Украины укрепляют свои позиции на левом берегу Днепра, но это не приводит пока к каким-то, ну, сколько-нибудь прорывным изменениям линии фронта. Но важен сам факт, вот сам факт принципиально важен. Российские войска не могут ликвидировать эти плацдармы, несмотря на то, что они очень хотят это сделать. Военные блогеры пишут достаточно откровенно, писали на протяжении последних дней о том, что в войсках панические настроения, что войска, и прежде всего, по-моему, они называли 70-ю мотострелковую дивизию, войска этой дивизии измотаны психологически и физически, требуется их замена. Якобы какая-то воздушно-десантно-штурмовая дивизия готовится для того, чтобы заменить вот те войска, которые ведут бой вдоль Днепра. Но пока, собственно, никаких сведений о том, что такая замена произошла, нет. Управление слабое, командование войсками слабое, войска истощены психологически и физически, возможно, не хватает боеприпасов, но это уже, ну, скорее всего, не хватает, но тут мы можем только гадать. И требуется замена, замены нет. Вот это и есть то самое, что очень волнует российское командование и, я думаю, политическое руководство тоже. Но ничего не происходит. Моим собеседником был независимый военный эксперт Юрий Федоров. Тем временем Венгрия заблокировала выплату очередного транша военной помощи Украине из Европейского фонда мира в размере 500 миллионов евро. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиерта заявил, что Будапешт будет блокировать выделение помощи Киеву до тех пор, пока Украина не предоставит гарантии, что венгерские ОТП-банк и другие венгерские компании не будут внесены в список международных спонсоров войны. Как должны выглядеть эти гарантии, министр не пояснил. Ведущий YouTube-канала Портников Аргументы, украинский политический аналитик Виталий Портников считает, что венгерский премьер Виктор Орбан в будущем может помешать началу переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. Зато Орбан поддерживает начало таких переговоров с Грузией, несмотря на очевидное невыполнение Грузии условий присоединения к Европейскому Союзу. Давайте послушаем аргументы Виталия Портникова. В случае с блокировкой помощи ситуация выглядит вполне прозрачно. Будапешт может стремиться подобным образом разблокировать те деньги, которые необходимы самой Венгрии, но остаются на счетах Европейского Союза, потому что эта страна не выполняет тех предложений, с которыми выступила Еврокомиссия по отношению к венгерским законодательным актам. Венгрии необходимо провести реформы, которые вернули бы ее к европейским нормам права. А до этого времени ни о какой финансовой поддержке страны речи быть не может. И по большому счету то, что сейчас делает Виктор Орбан, он шантажирует Еврокомиссию и Евросоюз в целом, пытаясь обменять деньги для Венгрии на деньги для Украины. Хотя одна ситуация с другой никак вообще не связана. Украина точно же не отвечает за решение Европейской комиссии, заблокировавшее те средства, которые Виктор Орбан хотел бы получить уже в ближайшее время. И в Брюсселе говорят о том, что не поддадутся на шантаж венгерского премьера. Но он, как видим, тоже не поддается и тоже не собирается разблокировать те деньги, которые так важны для Украины уже в ближайшем будущем. Относительно ситуации с блокировкой вступления Украины в Европейский Союз, с началом переговора в таком вступлении, ситуация может быть связана не только с деньгами. Если Орбан действительно заинтересован в европейской интеграции Грузии, то он вполне может обменять кандидатский статус страны, руководство которой ориентируется прежде всего на Венгрию, в своих европейских инспирациях на начало переговоров с Украиной и Республикой Молдова. Но это если Орбан действительно ведет самостоятельную внешнюю политику, если вопрос венгерско-грузинских отношений для него действительно важен. И если решение о кандидатском статусе для Грузии и о начале переговоров о вступлении в Евросоюз для Украины и Молдовы будет приниматься пакетным образом. Однако, вполне возможно, что Орбан за своей спиной ощущает недоверчивые взгляды еще двух политиков, с которым он старается построить специфические для руководителя европейской страны взаимоотношения. Это президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. И в этой ситуации премьер-министр Венгрии может считать, что затягивание вопроса о европейской интеграции Украины, пусть даже на не очень долгое время, пусть даже на несколько месяцев, пусть даже до следующего заседания Европейского Совета будет на руку развитию его взаимопонимания с Владимиром Путиным, тем более, что Венгрия до сих пор зависит от цен на российские энергоносители. И скидки на российский газ – это то самое развитие венгерской экономики, на которое опирается Виктор Орбан и с помощью которого он хочет сохранить на будущее власть в стране и продемонстрировать венграм, что он является единственным гарантом экономической и политической стабильности. И в этой ситуации, если Орбан действительно думает не о собственной роли в Европе и не о том, чтобы стран, с которыми у него дружеские отношения в Европе становилось бы больше, а о том, как произвести впечатление на Путина или на Сидзимпина, о том, как элегантнее исполнять роль троянского коня Москвы в конюшнях Брюсселя, ну, в этой ситуации я плохо представляю, что может повлиять на решение настроения венгерского премьер-министра. А это будет означать простую вещь, что и помощь Украине, и евроинтеграция Украины могут быть отложены на достаточно долгое время, если в Брюсселе или, может быть, в Вашингтоне не найдется более серьезных рычагов влияния на венгерского премьер-министра и на его представление о собственной политике. Вот в этом случае ситуация может измениться, но пока что мы не видим готовности задействовать такие рычаги. Это был украинский политический аналитик Виталий Портников. Время свободы. В прессе по-прежнему широко обсуждается вручение многочисленных орденов 15-летнему сыну главы Чечни Рамзана Кадырова Адаму. Уже даже появилась шутка о том, что Адам Кадыров опоздал на вручение ему ордена в Кабардино-Балкарии, потому что в этот момент ему вручали орден в Карачаево-Черкесии. В самой Чечне, напомню, Адаму Кадырову присвоено звание Героя Чеченской Республики. При этом главное достижение Кадырова-младшего – избиение на камеру Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана. И глава чеченской гостелерадиокомпании Грозный Чингис Ахмадов, оправдывая массовое награждение Адама Кадырова, сказал об этом вполне открыто. И что еще более удивительно, он сказал, что Журавель вполне мог оказать физическое сопротивление сыну главы Чечни, когда тот его избивал. Награды абсолютно по делу, потому что после этого наказания, после того, как Адам его избил, причем учитывайте, что Журавель не был не связан, и Журавель намного старше Адама, он мог бы, если он на то пошло, оказать какое-то сопротивление, но он показал, что те, кто работают на западные спецслужбы, не имеют ни духа, чтобы сопротивляться в прямом столкновении с верующим человеком. И в этом противостоянии одержал победу именно верующий человек. Это был глава чеченской гостелерадиокомпании Грозный Чингис Ахмадов. Ну и последнее на сегодня. Вслед за патриархом Кириллом, заявившим, что принятие федерального закона о запрете склонения к абортам как помановению волшебной палочки решит демографические проблемы России, сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова предложила свой рецепт решения этих проблем. И от этого рецепта вздрогнули, судя по всему, даже ее коллеги-законодатели. А мне вспомнился Талибан. Послушайте сами. Нужно перестать девушек ориентировать на получение высшего образования. Нужно перестать плодить количество молодых людей, которые вот это получают высшее образование, которое оно потом, по сути, ни к чему не приводит их. Они либо начинают работать совершенно по иным специальностям, либо еще что-то. И вот этот поиск себя, он затягивается на долгие года, и в результате выпускается вот эта детородная функция. Вы нас обвинят в том, что вы хотите отмотать время назад. Не опасаетесь этого? А что в этом страшного? Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Андрей Амочкин». Наш подкаст нужно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наши платформы на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». А у меня на сегодня все. До свидания.